МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Понравится тем, кто любит быть заметным на дороге, в том числе и за свою двухцветность. Откровенно говоря, этот автомобиль меня интересовал уже давно, как и моих друзей. Собственно, вот нравятся мне двухцветные машины. Ничего с этим не поделаешь. Очень гармонично смотрятся эти цвета, очень стильные внешне, очень даже прикольно и смотрятся дорого. Внутри Каптюр смотрится не так солидно, как внешне. Народным экспертам хотелось бы видеть пластик дороже и приятнее, это сильно простит салон. Но мы не будем забывать относительную бюджетность Каптюра. Кстати, мультимедийный экран довольно удобный в использовании. Горячие клавиши добавлены на руль, что очень помогает во время движения. Звук хороший, можно устроить дискотеку прямо на улице. Главное, не испугать других автомобилистов. Ну, что я могу сказать. Хороший бюджетный вариант для тех, кто ценит комфорт и экономию. По мне, так, она слегка простовата внутри. Я люблю, когда больше руль такой красивый, там какой-нибудь. То есть, когда более мультимедийные, вот здесь вот всякие штуки с подсветочкой. Ну, как девочка, в общем. Мне кажется, для девочек ее можно было как-то разукрасить больше внутри. Зато разукрасили снаружи, потому что есть два цвета, которые, в принципе, смотрятся очень небанально. Багажник Каптюра вместительный. Смело можно отправляться в семейное путешествие с большими чемоданами. Народным экспертам не хватило динамики Каптюра. И они сделали вывод, что авто больше подойдет для спокойной и размеренной езды. Из плюсов – высокий клиренс и умеренный расход топлива. Каптюр в топовой комплектации с двигателем 2.0 потребляет примерно 9 литров на 100 километров. А высокий дорожный просвет и энергоемкая подвеска позволяют чувствовать себя комфортно практически на любой поверхности. Народным экспертам было комфортно провести полдня за рулем Рено Каптюр. Мы благодарим Берту и Антона за высказанные оценки и ждем резюме новых экспертов на электронный адрес программы автопанорамасобакамейл.ру